Индийский переводчик Сону Саини заинтересовался Ульяновской областью. Старший преподаватель университета Нью-Дели приехал в Старую Майну. В местном музее есть экспонаты индийского происхождения. Притом нашли их на Майнской земле. Какие-то украшения, какие-то монетки, где шрифт индийский, там был древний шрифт. Нам это интересно, еще глубже. По исследованию Александра Кольчевина, это датируется где-то с 7 века. И на территории именно Старой Майны находили статуэтку бога Вишну. На вопрос о том, откуда на земле Симбирской заграничные находки, ученые ответили. Наши исследовательские гипотезы говорят, что это были торговли связи. Потому что по шелковой пути торговцы путешествовали. И так как это возле маршрута в реке Вольгри, то есть большие перспективы и надежность, что есть. Это правдивые такие. Саини и его коллеги планируют организовать раскопки. И вполне возможно, что есть в наших краях еще много чего интересного. В Индии плотно занимаются русской культурой. В России все интересно, как мы изучаем культуру, мы изучаем литературу. И мы перевели рассказы и романы, как я перевела рассказы Людмиле Петрушевской. С русского на хинди. И другие студенты, и другие преподаватели, они тоже переводят рассказы и романы. Суну Саини и его коллеги горячо любят русскую культуру. В их сердцах и музыка, и литература. Но самое главное – это русский язык. В санскрите и русском очень много общих слов. Ученые гости договорились с главой Старомайнского района Василием Половинкиным о сотрудничестве. Вместе они запланировали археологическую миссию. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ. Улправда ТВ.